Привет, ребятульки! Каждый, кто занимается видео, так или иначе хочет получить максимально качественную, пластичную, жирную картинку. Добиться этого можно разными способами. Например, можно купить себе какой-нибудь крутой рекордер, который пишет видео. Можно купить дорогущую классную камеру. Можно, например, заморочиться и купить себе какой-то крутой, дорогой, а может быть даже анаморфный объектив. Но все эти варианты упираются в слово «купить», а значит в бюджет. Но что же делать, если приходится довольствоваться тем, что есть? Давайте попробуем разобраться, как выжать из вашей камеры максимум. Меня зовут Авакин Евгений, это канал «Заметки оператора-монтажера». Представляю вашему вниманию три лучших способа улучшить качество видео. Стартуем. А, не, не стартуем. Там под видео кнопочка есть «Подписаться». Нажми ее. Нажми, не стесняйся. Нажал? Вот теперь стартуем. Так, народ, говорить буду общие приемы, которые применительны ко всем бюджетным фото- или видеокамерам. Все зависит только от интерфейса. Если вы что-то не можете найти у себя в камере, значит плохо ищите и ищите лучше. Я же сегодня буду рассказывать на примере Sony Alpha A6300. И для тех, кто сейчас скажет о том, что 6300 и так заебись, ребят, 6300 не заебись, когда есть чем сравнить. К тому же от многих камер типа Canon 550, 650, 600D или Nikon 3000 или 5000 серии. И даже в сравнении с Sony Alpha 6000, 6300 отличается только наличием 4K и S-Log. Ну и получается, что только 4K. Потому что S-Log здесь не работает. Ну и 4K нам тоже сегодня не сильно важно, потому что говорить мы будем не о разрешении. Говорить мы будем о качестве получаемого материала. Итак, пункт номер один. Пробуем выжать битрейт. Если же ваша камера снимает с битрейтом к примеру 75, то самым лучшим решением для вас будет поставить минимальный фреймрейт. Он же FPS, он же частота кадров в секунду. Почему? Делим 75 на 30 и получаем число 2,5. Это говорит о том, что на один кадр вашего видео будет приходиться 2,5 мегабита информации. Если же мы будем снимать в 25 кадров в секунду и делим 75 на 25, то получается уже 3 мегабита. Как-никак, но все-таки больше. Также не стоит забывать о том, что 75 это число, которое показывает максимально возможный битрейт. Все в конечном итоге зависит от того, что вы будете снимать. Я не думаю, что стоит говорить вам о том, что нужно выбрать ту настройку, на которой битрейт максимален. Тем не менее, покажу на примере Sony. В Sony A6300 это выглядит вот так. Сейчас моя камера снимает 25 кадров с максимальным битрейтом в 100 мегабит. При условии, что съемка ведется в 4К. Получается, что одному кадру достается 4 мегабита информации. Если писать в 1080, то битрейт на 25 кадров в 50 мегабит в секунду. Что же это получается? Что на 4К у нас приходится 100 мегабит, а на Full HD 50. При этом мы не должны забывать о том, что 4К в 4 раза больше, чем Full HD. Соответственно, битрейт должен быть в 4. Однако, всего лишь 2. С точки зрения информации я могу утверждать о том, что Full HD для своих настроек получается качественнее, чем 4К для 4К. Это, конечно, просто математика, но тем не менее. Так, что дальше? Пункт номер 2. Это экспозиция и динамический диапазон. Здесь, для того, чтобы выявить оптимальные настройки, нам понадобится сделать несколько тестов. Для начала берем какую-нибудь хрень и снимаем ее на видео так, чтобы она была нормально проэкспонирована. Но при этом, чтобы в кадре было что-то яркое и что-то темное. Теперь снимаем с экспозиции минус 1, минус 2, а можно и минус 3. После снимаем плюс 1, плюс 2, плюс 3. Закидываем все в монтажную программу и пробуем все неправильно проэкспонированные кадры притянуть к нормальному. На каких-то кадрах в тенях вылезет инфа, а где-то в ярких участках. Так вот, нам нужно найти ту самую экспозицию, при которой ты можешь дотянуть картинку до нормального. Для чего это все? Если твоя камера способна вытащить информацию из недосвеченного кадра до нормального, то так и стоит снимать. Это поможет тебе спасти информацию в ярких участках. Если же твоя камера способна снимать в плюс, то лучше снимать в плюс. Так ты достанешь инфу из теней. Вот так это дело выглядит касательно Blackmagic Pocket Cinema 4K камеры. Pocket умеет снимать на 2 стоп темнее, а после чего доставать инфу. Теперь мы знаем, снимаем в низком ключе. Да, это такой умный термин. Снимать в низком ключе. Круто. Пункт номер 3. Цветовой профиль. Вот тут, ребят, начинает самое интересное. Дело в том, что каждая камера в своей стандартной комплектации старается сделать картинку максимально сочной. Сочность же в данном случае проявляется в том, чтобы картинка была контрастной и насыщенной. И вот именно от этого нам с вами нужно избавиться. Для этого в вашей камере нужно найти настройки изображения или же цветовые профили. Там, как правило, находятся три настройки. Контрастность, насыщенность и резкость. Так вот, контрастность и насыщенность нам с вами нужно опустить на предпоследние значения. Что касательно резкости, резкость трогаем по обстоятельствам. Все зависит от того, каким объективом вы пользуетесь. Если вы используете хороший дорогой объектив, то резкость можно оставить в ноле. Если же объектив дешевый, резкость можно немножко поднять. Но опускать резкость в значение ниже, чем ноль, не стоит, потому что на посте резкость опустить можно, а вот поднять ее по-человечески уже не получится. Так, опустили мы, значит, контраст и насыщенность? Вопрос возникает резонный. Зачем? Расскажу. Все дело в том, что контрастность делает светлые участки светлее, а темные участки темнее. За счет этого какой-то серый объект в кадре может оказаться просто пересвеченным, или же если он темно-серый, то совсем черным. А что черный, что белый для нас это полная потеря информации. Примерно то же самое касается и насыщенности. К примеру, вы снимаете какой-то зеленый объект. Если он будет перенасыщен, то значение зеленого канала упрется до своего максимального уровня. Собственно, вы потеряете информацию, и сделать с ней что-то на посте будет уже категорически сложно. Так, это касательно света и цвета. Однако, хочу сказать, что стоит в камере поискать еще один пунктик. Отдельным пунктом его назвать нельзя, но вот под пунктом стоит. Постарайтесь найти в вашей камере такие слова, как Adobe RGB или sRGB. Или RGB. RGB. Попробуйте найти или Adobe RGB, или sRGB. И в обязательном порядке поставьте Adobe RGB. Для чего это делается? Дело в том, что это цветовые пространства. И цветовое пространство Adobe может распознать, записать и показать намного больше цветов, чем sRGB. Как вы могли заметить, наше с вами изображение стало совсем малоконтрастным, ненасыщенным и в какой-то степени даже мутным. Так и должно быть. Как говорится, на посте подправим. Эти три пункта позволяют вытащить из камеры максимум, но не совсем весь. Есть такие штучки, например, как Magic Lantern. Она позволяет вытаскивать из камер Canon вообще последние сопли. Это прошивка, которая устанавливается, во-первых, не на все камеры. Ну и можно камеру просто угробить. Она может и кирпичиться. Но, если все получится, можно заставить Canon снимать RAW видео. Так вот, три пункта. Картинка стала классной. Она стала жирной, она хранит в себе очень много инфы. С ней стало удобно и комфортно работать на посте, но не просто. Дело в том, что с этим изображением нужно научиться работать. Нужно научиться его правильно экспонировать, осветлять и восстанавливать насыщенность. Поэкспериментируйте, сделайте пару-тройку тестов и все пойдет как по маслу. А еще, дорогие друзья, используйте монтажные кодеки. Не переходите дорогу на красный свет, не употребляйте наркотики, не ставьте дизлайки этому видео, оставляйте положительные комментарии, подписывайтесь на этот канал, включайте колокольчик. Переходите по ссылке в описании, которая адресует ваш на мой телеграм-канал. В нем скоро будет 4000 человек. Я вас всех там очень-очень жду. Всех обнимаю, всех целую, по всем скучаю. И всего хорошего. Пока. Эти три пункта по... Жирным, пластичным и с ним можно работать на посте. Можно вытворять всякие классные стуки, но проще этого будет не сделать. Вот, блядь, такое ощущение, что люди специально, знаешь, так и шли параллельно. Аху, в полус пойдем. Я в клинке, блядь. Я в клинке, блядь. Сбатый.